Я засыпаю в шкафу, но просыпаюсь в постели. Еще до того, как я открою глаза, я уже знаю, что она будет здесь. И она здесь. Она стоит рядом с кроватью. Уже утро. Она не человек, она нечто другое. Я стараюсь не плакать, но ничего не выходит. Не могу остановиться. Она высокого роста, но у нее нет нормального тела, только куски мяса сшитые между собой. Они прикрыты длинным блестящим халатом, блестящим от бесконечного множества ползущих по нему сил и золотых мух. Длинные серые волосы закрывают большую часть ее лица. Я поднимаю глаза к потолку и кричу, кричу, кричу. Я кричу, чтобы мамочка вернулась обратно. Я кричу так сильно, что потолок становится розовым и теряет четкость. Затем она встает прямо надо мной и наблюдает. Ее лицо – это мерзкие куски животных. Я помню ее глаза. Ее глаза были, как у белой лошади по кличке Бриттани. Мама говорила, что я могу погладить ее, но она укусила меня за руку, и мне пришлось ехать в больницу. Ее глаза едва держатся на лице и смотрят куда-то в пустоту. Я дрожу от страха. Господь, пожалуйста, умоляю, сделай так, чтобы она ушла. Она фыркает и издает звуки животных. Она пахнет старым сараем. И это почти выворачивает меня наизнанку. Она протягивает ко мне руку. Ее пальцы сделаны из конечностей крабов разных размеров. Нет, нет, нет. Я ненавижу крабов больше всего на свете. Когда мы ходили на пляж, папа всегда выбирал место, на котором не было крабов. Он говорил, что знает, где они прячутся, потому что... Нет, нет, нет. Она прикасается к моему лицу своими крабовыми руками. Ужасно, ужасно. Я зажмуриваюсь изо всех сил и вжимаюсь в спинку кровати. Она убирает руку. Я держу глаза закрытыми. Я слышу, как кто-то чиркает, щебечет. Пей, говорит веселый голос. Мои глаза закрыты. Пей, говорит голос. Он звучит забавно и по-мультяшному. Я приоткрываю глаза. Дюжина птичьих голов показалась из дыры в ее шее. Они снуют туда-сюда. Однажды я нашел мертвого птенца в нашем сарае. У него не было кожи, а на месте глаз находились голубые комки. Головы этих птиц выглядят точно так же. Пей, звучит забавный голос попугая. Она держит большую серебряную ложку крабовыми пальцами. Зеленоватая обезьянья лапа, в свою очередь, сжимает стеклянную бутылку с фиолетовой жидкостью и наливает ее на ложку. Я чувствую запах. Он виноградный, как у того лекарства, что дает мне мама. Господь, останови это! Птицы хихикают. Она касается моей шеи когтем мизинца. Я открываю рот и глотаю лекарства. Я лежу на кровати с закрытыми глазами. Я плачу, затем успокаиваюсь и плачу снова. Я знаю, она здесь. Я слышу запах, слышу жужжание мух и дыхание животного. Почему она еще здесь? Пожалуйста, уходи, уходи, уходи. Господь, заставь ее уйти. Что-то попало мне в глаза. Я вижу это. Хотя мои глаза закрыты. Это не квадрат, не треугольник. Это фигура, название которой мне неизвестно. Я вижу множество фигур. Ой, нет, в моих глазах появляются маленькие человечки, похожие на тех, что я видел в книжке про Оли. Миллионы человечков занимаются разными делами. Снуют туда-сюда по старому городу с крепостями и флагами. Они бегут по туннелям и взбираются на башни. Я могу следить за всем одновременно. Ничего себе, тут есть и пекарь, и рыцари, и клоуны, королева. С кучей они все умирают. Везде льется мультяшная кровь. У них всех испуганные лица. А потом кровь смывается. И человечки смеются, играют снова. Места, и человечки сменяют друг друга. Я вижу разные истории. Они происходят все разом. Сотни сюжетов. Но я могу следить за всеми ими. Одновременно человечки плачут. Смеются, живут, умирают. Занимаются самыми разными делами. Так как будто смотришь десяток фильмов за раз. И это настолько утомляет, что я открываю глаза. Она все еще сидит на крови постели. Человечки из книжки воли все еще мелькают перед глазами. Они играют, смеются, истекают кровью и умирают. Куски животных на ее лице начинают двигаться. И смотрите, за ними виднеется другое лицо. Я вижу лицо женщины или мужчины, слепленное из влажной глины. Оно гладкое и красивое. Глядя на него, я совсем не чувствую страха. Я испытываю облегчение. Глина трансформируется, и одно лицо сменяется другим. Сначала старец, потом юноша, китаец, грустный негр. Затем другие люди и мордочка кота. Новые лица появляются и исчезают. Но что-то в их глазах остается неизменным. Нечто, что смотрит на меня и пытается что-то сказать. Лицо меняется еще раз. Это лицо женщины. Матери. Очень старый, а может и очень молодой. Мама. Глаза совершенно точно пытаются что-то сказать. Мама, я чувствую биение своего сердца. С каждым ударом оно говорит. Мама. 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 Ее глаза такие печальные. Такие старые. И печальные. И добрые. Настолько добрые, будто они вправду жалеют. Будто они хотят помочь мне. Но выражение ее лица остается спокойным. А губы еще сжаты. Будто она, мама, пытается скрыть свою печаль. Отмахнуться от нее. Пытается быть строгой. Потому что она собирается наказать меня. Такими же глазами на меня смотрела мама всякий раз, когда я вел себя плохо. И заслуживал наказание. Ее лицо, это лицо мамы и тысяча других лиц одновременно. Они жалеют меня. Нет, я кричу.